Представьтесь, пожалуйста. Как? Фамилия, имя, отчество. Кизилова Мария Ивановна. Вспомните, пожалуйста, предвоенные годы. Было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Ну, как до военной ощущения было, что училась. Я училась у школы, что ходила. А вы ощущали, думали, что война начнется? Нет. Она же неожиданно наступила. А как вы узнали о начале войны? Да как же, сразу сообщили. У нас радио-то было. А какова была ваша реакция и ваших близких? Ну, да как вам сказать, как война, все страх. Такой пережить. И сразу наступили немцы, заняли, еще поповыслились. Вот и кого выгоняли. А кто еще забался там жить? Ну, мало. Нас, например, выгнали. У нас семья большая была. О, семь детей. И нас выгнали в другое село. А чем вы занимались в военное время? У Квакова посидели, в борьбах. Чем мы занимались? Ну, пока вот это немцы были. А потом, как немцев прогнали, уже стали там и поля убирать. Остались еще не убраны, или что работали. Уже как, у кого-то уже. А какая минута или день для вас был самым трудным, самым тяжелым? Самая тяжелая минута для вас была какая? Да не знаю, какая минута была. Какой страх. А как вы думаете, что для фронтовиков было источником мужества? Как? Источником мужества для солдат что было? Почему они себя так храбро вели, подвиги совершали? Да ничего, я и не помню, какая страсть была. Если сидели, то в окопах сидели, так дожидали, то у хата худрою выгадали. Только прислухивались, а стрельнули. Вот правород у нас была, там наши стояли. Оттуда наши были. А тут у нас в виноградуке, мы тут на лагу, уже немцы стояли. И только слышишь, как гукнуло, дожидай, иди упадешь. А вот вы не знаете, кого на фронте считали самым выдающимся полководцем? Как? Самым выдающимся полководцем, кто был? Ой, ну что я там помню, боже мой. А скажите, как вы относились к Сталину? Как? К Сталину как относились? Не поняла. К Сталину, главный был в СССР. Иосиф Сталин, как вы к нему относились? Не поняла, и понятно, что они еще у меня спрашивали, как и Сталин. Ну, не столь. А вот что по-вашему объединяло представителей разных национальностей на фронте, в Тулу? Да ничего, никаких тех. А были какие-нибудь проблемы на национальной почве? Никаких, никаких. А вы верили в Бога до войны? В Бога? Конечно верим. А участие в войне повлияло на ваше отношение к религии? Никто. У нас это я, кто знал, что мы верим или не верим. Церкви не было. Ходить не ходили. И тот, а сам себе перекреслищу хватит. Да и попросишься тогда в окне. Думаю, ой, Господи, губами ее брали. А как вы относились к дезертирам? Слышали вообще о них что-нибудь? Как? О дезертирах слышали что-нибудь? О дезертирах? Ну, да слышали. И что решили мы? А вот ваше отношение к ним какого было? Что вы о них думали? Да какое мое отношение было? Только думали сами о себе. А вот в военное время, в минуты затишья, когда была свободная минутка, чем вы занимались? Чем занимались? То в колготе, а потом на производстве стала проработать. А вы были в плену или в оккупации? Была я еще, вот иду, в тюрьме. На работу у нас были, наши. Ну, послали у Тула работать. Ну, мы побыли там, а знаешь, тоже, конечно, нам таковато было. А мы ушли. И нас вот это, как, присудили. Ну, как война кончилась, и то-то висяк. Уже это не считалось нам нигде, что были судимые. Я там два месяца побыла, все. А можете рассказать о отношениях между мужчинами и женщинами в военное время? Какое оно было? Никакого. А где и как вы встретили День Победы 9 мая 1945 года? Как мы встретили, я шутил не было. А как только объявили, что война закончилась, и нас сразу идите до дома. Конечно, радостно, что-то война кончилась. Какой фильм о войне, по вашему мнению, наиболее правдиво отображает происходящее того времени? Да какое, я не знаю. Ну, у вас есть любимый фильм о войне? Как? Любимый фильм о войне? Да, глядишь, когда вот это, телевизор, то-то, ощущения исправлялись. Что же, я жир, мы на, это, просидели, как, на, вот это, немцы заняли, мы ж сидели как у там, у плену-то, нигде, никуда. Ну, и только что. А как вы восприняли то, что после войны с Германией придется воевать еще и с Японией? Как? Войну с Японией, как вы восприняли? Да никакой еще. А что вы хотите пожелать нашей молодежи современной? Чтобы войны не было. Да миру друг друга не убивали. Чтобы все спокойно было. Спасибо. Спасибо.